Новоселов Макс поборолся? Я сильнее на голову, сильнее. Я могу его там свалить, задушить. Злоба, жестокость. Опять же, ну, знаем о рифах, он боец ММА. У Макса Новоселова преимущество этого его весит. Если бы размер имел значение, то слон был бы царем джунгеля. А, царем джунгеля. Да. Мне всегда, знаешь, что было интересно? Подраться с кем-нибудь огромным типом, типа папы или, я не знаю. Новоселов Макс поборолся бы с ним? Вот с ним, да, побороться вообще с удовольствием побороться. Слушай, он весит 140 килограмм. Ну, это же борьба, знаешь, там, и он может, он может мне руку оторвать. Я не знаю, я не говорю, что я его там заборю, но мне было бы интересно. Для меня что-то это новое, интересное. Знаешь, я всегда побороться за любой хипиш, короче, кроме голодов. Напишите в комментариях, интересно было бы вам посмотреть Мариев Пираев именно по борьбе с Максом Новоселовым. Я считаю то, что у Макса Новоселова преимущество это в его весе, и все-таки он тоже борец, он умеет бороться неплохо, он мастер спорта. Но у тебя преимущество то, что ты молодой, а ему все-таки 48 лет. Да, в джиу-джитсу там есть слова, если бы размер имел значение, то слон был бы царем джунглей. Я думаю, напишите в комментариях, если вам интересно, можно организовать Макс Новоселов по борьбе с Марифом Пираевым. Если, конечно, вам интересно, мы это обязательно организуем и посмотрим, кто здесь будет, царь джунглей и зверей. Ты был на турнире, когда дрался моряк Пираевым, твое мнение? Мое мнение, ну, возможно, пацаны просто жалели друг друга, вот, возможно, бывает такой фактор, когда, ну, близко знакомый, не хочет как-то травмировать. Нет, скажем, такой злобы, жестокости, опять же, ну, зная Марифа, он боец ММА, Женя, он больше боксер, наверное, вот, и, скажем так, как бы не дали раскрыться их возможности полностью. Несмотря там на какой результат, что они показали, вот, это как бы, ну, я не буду судить, у каждого свое мнение, но, я думаю, они могут сделать матч-реванш, который уже будет жестче. Про возможный бой моряка Черчамбе на голых кулаках. Слушай, ну, сейчас очень модно эта тема, там, драться на кулаках, потому что ММА пока что-то не дают вдохнуть, ну, в большей мере не дают больших залов собираться, поэтому вся эта ютубная тема. Ну, тем, кто хочет попробовать себя, конечно, я только за, я за любые спортивные мероприятия, в каком бы виде они не выглядели. Как думаешь, закатит бой? Да бой закатит, конечно, на подъеме, давай уточним, на подъеме у вас все те люди, которых вы раскручиваете в ютубе, вот, поэтому они на подъеме. Можно взять любого парня, раскрутить, и он будет боец. Не, понятное дело, исключительно на подъеме того, что он часто мелькает, это факт. Да, ну, исключительно, знаешь, как, давай я прямо скажу, да, вырежешь, не вырежешь твое дело, вот, у вас одни и те же бойцы, понимаешь, круг общения, ну, грубо говоря, там, из тех парней, которые выступают, там, 10 человек, вот, возьмите других, возьмите новую кровь, дайте попробовать другим людям, пусть там, ну, не знаю, как-то попробуют свои силы, там, не знаю, любой персонаж из Дальнего Востока, там, или из Хабаровска парень, или из Якутии, давай возьмем персонажа, те, которые крутятся вокруг Москвы, вот, и все, и все. Постоянет на свои места. Ребята, подписывайтесь на канал ММА Мания, там вы увидите больше боев, больше мяса и больше жести, я вас буду ждать там, ставьте лайки.